Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Стекло. В поисках встречи с обладающим фантастическими способностями зверем, Дэвид Данн выходит на след Кевина Крамба, однако в дело вмешивается Элайджа Прайс, который тщательно хранит секреты Данна и Крамба. Мстители. Война бесконечности. Спустя долгие годы подготовки, безумный Титан Танос наконец-то смог достигнуть своей цели – захватить все шесть камней бесконечности, объединив их в могущественный артефакт – Перчатку Бесконечности. Конг. Остров Черепа. Действие фильма переносит зрителя в 70-е годы прошлого века. Главный герой организует экспедицию к острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Телохранитель киллера. Он – телохранитель мирового уровня. Его новая работа – охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада, но работа – есть работа. Он и сам с удовольствием. Мобильник 2016 года. Импульс, передаваемый с невероятной скоростью через сотовые телефоны, превращает людей в зомби. Художник Клайтон Риддл становится свидетелем этого апокалипсиса, который начался со звонка мобильного телефона. Возглавив группу в нескольких выживших, он отправляется на поиски жены и сына. Возможно, еще есть шанс их спасти. Особо опасно. Меган – спецагент международного класса. В свои 16 она владеет карате, стреляет без промаха и способна обеззреть взрослого вооруженного мужчину. Но Меган мечтает о жизни простого тинейджера с тусовками и дискотеками. И судьба предоставляет ей такую возможность. Но очень скоро супердевушка понимает, что в школе бывает опаснее, чем на самой сложной спецоперации. Нерезительная восьмерка 2015 года. США после гражданской войны. Легендарный охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключенную. По пути к ним прибивается еще один охотник. Снежная буря вынуждает всех троих искать укрытие в лавке на Атшибе, где уже расположилась весьма пестрая компания. Генерал, шериф, мексиканец, француз и ковбой. И один из них – не тот, за кого себя выдает. Инксман. Секретная служба. Экси – молодой парень, который прошел службу в морской пехоте и имеет очень высокий уровень интеллекта. Он мог бы добиться многого, но выбрал другой путь и стал мелким преступником. Однажды он знакомится с Гарри Хартом, которому его отец когда-то спас жизнь. Этот человек решил сделать все возможное, чтобы сделать жизнь Экси лучше и открыть для него новые возможности. Гарри рассказал ему, что является агентом секретной независимой организации, которая стоит на защите всего мира. Он предложил парню пройти обучение и стать новым членом их команды. Экси принял предложение Харта, но сможет ли он справиться со всеми испытаниями и оправдать его надежды? Субтитры создавал DimaTorzok Можно ли заработать состояние на жажде крови? Ушлый бизнесмен-садист создает подпольный веб-сайт, в реальном времени транслирующий жестокие битвы гладиаторов, где схватки ведутся не на жизнь, а на смерть. Его новый боец – Дэвид Лорд, похищенный пожарный, оказавшийся в заточении и вынужденный бороться за свою жизнь. Чтобы выкупить собственную свободу, Лорд соглашается принять участие в серии кровопролитных сражений. Но по мере того, как возрастает число жертв и приближается решающая битва, Лорд внезапно узнает секрет, который способен поставить крест на бесчеловечном бизнесе и сравнять бойцовский клуб с землей. КОНЕЦ 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 1408 Известный писатель Майк Энслин, сочинающий свои романы в жанре ужасы, пишет очередную книгу о необычных явлениях и полтергейсте в отелях. Не верящий в существование загробной жизни, Энсли решает поселиться в печально известном номере 1408 гостиницы «Дельфин», который пустует многие годы. По слухам, там обитают привидения. Невзирая на предупреждение старшего менеджера, мистера Джеральда Олина, о грозящей опасности, упрямец настаивает на своем, даже не предполагая, каким кошмаром обернется предстоящая ночь. Тренер Картер, 2005 года. Фильм основан на реальной истории, произошедшей в 1999 году в Ричмонде, штат Калифорния. Тренер школьной команды по баскетболу Кен Картер принял в середине сезона беспрецедентное решение, запретив игрокам, не испытавшим еще ни одного поражения, выходить на площадку из-за низкой успеваемости в школе. В итоге команда пропустила две игры в чемпионате, а юным баскетболистам был закрыт доступ в спортзал, до тех пор, пока они не стали хорошо учиться. Поступок Картера вызвал одновременное одобрение и резкую критику со стороны родителей игроков и школьного руководства. Среди членов команды был и сын тренера, поступивший впоследствии в престижное учебное заведение. Субсемейка. История семьи супергероев, члены которой уже отошли от больших дел и предпочитают жить непримечательной жизнью обычных землян. В прошлом все они обладали сверхъестественными способностями и относительно легко справлялись с мировым злом. Но в один прекрасный день папаше и его домочадцам приходится вновь облачиться в прорезиненные костюмы супергероев. А для этого нужно срочно сбросить лишние килограммы и в очередной раз спасти человечество от таинственного злодея. Сфера. Переговоры. Время убивать. 1996 года. Зверски изнасилована десятилетняя девочка. Отец девочки расстреливает подонков. Ему грозит газовая камера. Сможет ли блестящий адвокат, не проигравший ни одного дела, добиться признания невиновности своего клиента? Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо.